Здравствуйте, дорогие друзья! Поскольку в последнее время мы стали часто говорить о развитии гражданского общества на территории нашей республики, о контроле действующей власти со стороны этого общества, о том, что мы хотим научиться выбирать правильно правильных людей, мы решили проводить занятия по изучению действующего законодательства о выборах, по результатам которого мы подготовим компетентных наблюдателей, которые будут контролировать ход тех или иных выборов. Эти занятия будут проводиться с апреля месяца на выходных, то есть в субботу и воскресенье по адресу город Улиста, Ленина, 361. Весь март месяц мы будем формировать группу для обучения. Желающие, пишите, звоните на номер телефона, указанный на экране. Это мой номер, мы для всех открыты, мы вас всех ждем. Итак, наверное, начну. Значит, 8 апреля 2020 года распоряжением главы номер 112 принят план первоочередных мероприятий для поддержки предпринимателей и развития экономики. Скажу тезисно, коротко и понятно, какие конкретные меры на региональном уровне будут приняты. Первое. Это блок налоговых послаблений, а именно льгот. Речь идет о снижении налога упрощенного... По упрощенной системе налогообложения для тех предпринимателей, которые выбрали для себя форму налогообложения, доходы с 6% до 1%. Второе. Это снижение с 10% до 5% УСН для тех предпринимателей, которые выбрали для себя доходы минус расходы. Второе. Рекомендовано органам местного самоуправления снизить ставку налога ЕНВД на 90%. Третье. Рекомендовано органам местного самоуправления снизить ставку налога на имущество для физических лиц до 0,8%. И третье. Это снижение, а именно даже возможность неуплаты транспортного налога для предпринимателей, которые работают по виду деятельности автоперевозки за 2019 год. Итак, еще раз. Снижение ставки УСН, снижение ЕНВД, рекомендации для органов местного самоуправления по снижению ЕНВД и по снижению налога на имущество. А также, в части на региональном уровне, это снижение транспортного налога для предпринимателей. Меры дополнительные касаются возмещения затрат, а именно компенсация из республиканского бюджета кредитов, которые привлекались предпринимателями для выдачи выплаты заработной платы сотрудникам. Вторая мера. Это расширен перечень по субсидированию части затрат на электроэнергию. Для перерабатывающей промышленности и для общественного питания. Сразу хочу прокомментировать. Снижение и льготы по налогам будут действовать весь текущий год. С 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. Хочу отметить, что комплекс мероприятий, который был утвержден, прорабатывался совместно с общественными организациями. Это региональное отделение опоры России, это и союз предпринимателей и работодателей, это и представители народного хурала. В ходе жарких дискуссий и конструктивного диалога данные меры были приняты. Еще раз обращаю внимание, что это не исчерпывающий перечень. Правительство продолжает следить за мерами, которые дополнительно прорабатываются на федеральном уровне. А также разработать дополнительный комплекс мероприятий для того, чтобы поддержать экономику республики. В частности, субъектов микро, малого и среднего бизнеса. Что касается основных вопросов, которые были зафиксированы, и в принципе они остаются актуальными. Вопросы касаются, могут ли ряд микропредприятий, таких как парикмахерские, начать свою деятельность сейчас. К сожалению, нет. Второе. Что касается расширения перечени продовольственных товаров. Перечень на федеральном уровне, он утвержден. Но в соответствии с пунктом 2 постановления правительства, на региональном уровне регион вправе расширить данный перечень. Предложения уже сейчас направлены в органы исполнительной власти по расширению действующего перечня товаров первой необходимости. Я говорю про непродовольственные, что позволит ряду субъектов начать свою деятельность. Сейчас, к сожалению, есть возможность осуществлять розничную торговлю товарами первой необходимости, продовольственной и непродовольственной. Хозяйственный магазин, я сейчас считаю, может работать, если у вас есть товары первой необходимости, которые зафиксированы действующим постановлением правительства. Номер постановления я сообщу. Буквально секундочку, Калинин. Одну секунду. Информация официальная есть на сайте министерства по перечню товаров первой необходимости. По транспортному налогу пока еще постановление сообщу следующее. Что касается транспортного налога, то за 2019 год, в 2020 году, субъектам, которые осуществляют вид деятельности автоперевозки, субъект освобождается от уплаты налога в 2020 году за 2019 год. Итак, постановление правительства, а именно распоряжение, от 27 марта 2020 года, номер 762-р. В соответствии с пунктом 2, органы государственной власти, субъект Российской Федерации, вправе дополнить перечень зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации. Соответственно, Министерство экономики в настоящий момент инициировало расширение перечня товаров первой необходимости, непродовольственных. После согласования по всех органах исполнительной власти заинтересованных, полагаю, что в ближайшее время мы увидим расширенный перечень товаров первой необходимости, что позволит субъектам малого и среднего осуществлять свою деятельность. Что касается налогов и кредитов, есть также обращение, как же нам начать свою деятельность, если у нас кредиты и налоги. По налогам отстрочка это первая льгота, и самое основное это снижение налоговых ставок по тем направлениям, которые я уже обозначил. А именно, это ЕНВД, это УСН, это снижение в два раза по патентам налогу, это снижение в два раза налога на имущество для физических лиц и предпринимателей. И это отказ, точнее мораторий на уплату транспортного налога за 2019 год, в 2020 году для индивидуальных предпринимателей, которые осуществляли перевозку людей и по виду деятельности автоперевозки. У меня предложение следующее. Учитывая большое количество вопросов с вашей стороны, министерство мониторит и самые ключевые вопросы озвучивает. Я предлагаю на следующем прямом эфире, я постараюсь более плотно ответить на те вопросы, которые поступают уже сейчас. Но думаю, что те мероприятия, которые были приняты и работа правительства на прошлой неделе, они будут иметь реальный эффект для текущей ситуации в части поддержки субъектов малого бизнеса, в части снижения налогового времени, осрочки уплаты и снижения самих налоговых ставок. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok